Медведев 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 Я очень хотел, чтобы президент сегодня там, проводя встречи, наконец присмотрелся к уникальному опыту стран, которые реализуют реальную модернизацию. Недавно президент встречался с моим коллегой, мы с ним оканчивали одну академию, генсеком Вьетнама обнимались. Вьетнам 25 лет показывает темпы выше 7%. Никакой проблемы нет выйти на ту установку, которую дал президент. Если мы на нее выходим, плюс 3% оловка у нас 97 триллионов, 1% триллион, мы за год получаем 3 триллиона, ровно столько, сколько вы хотите в результате пенсионного людоедства отнять за 5 лет у наших граждан, полунищих. За один год получаем без всяких проблем и трудностей, причем решить эту задачу вполне возможно. Мы откликнулись на призыв ускорить темпы, мы подготовили 10 шагов достойной жизни, оснастили их 12 законов. И Мельниковы, и Кашин, и Коломейцы внесли и обсудили. Лучшие ученые и специалисты. Сейчас надо вести речь о производстве, о промышленности, о том, что будет завтра приносить огромный капитал. Опять все, что угодно абсурдаем, кроме тех проблем, которые надо решать. Мы по народным предприятиям сейчас обобщили, они по-прежнему лучшие, лучший результат. Но ваши сартрапы продолжают гнобить того же Грудинина. Лучшее хозяйство. Три месяца сидят налоговики, полицейские. И вся эта свора, которая никак не успокоится после марта месяца. Бедного Бессонова, нашему коллегу, шестой год гнобят. Сегодня приговор будут выносить. Я и Путину, и Чайке, и всем вам отнес видео, где он никого не трогал, не рвал никаких погонов. Просто политическая расправа на фоне того, что страну со всех сторон обложили санкциями, где нужна действительно солидарность элементарная. Я еще раз обращаюсь к судьям, которые возьмите наши материалы, разберитесь и посмотрите. И прокурору, которому носил эти материалы, ему президент при мне давал поручение разобраться как следует. Продолжает судилище потрясающее по своему цинизму. Мы подготовили пятилетку Левченко. Почему у Левченко оказались лучшие результаты? Видят, поддержка растет. Левченко убил медведя. Да это было в 2016 году. И не зайца, а медведя, который терроризировал местную деревню. Какой вопрос не возьмешь. Локоть лучше всех организовал строительство. Сейчас на 10, на 100 миллиардов программа развития Академии наук. Давайте поддержим. Едет президент, даже мэра полуторамиллионного города не приглашают на встречу и беседу. Где вы видели такие порядки? Где вы видели чисто политическое пренебрежение к одному из талантливых руководителей, которые у нас есть в Сибири? Мне задают вчера вопрос, почему у вас Клычков получил такой результат? Я ездил к нему, моя родная земля. Сказал Андрей Евгеньевич, пока ты не объедешь все города и села, пока ты в глаза не посмотришь людям, пока ты не выйдешь на все дебаты, он во всех дебатах участвует, пока ты не услышишь каждого, тебя не поддержит Орловская земля. Она гордится своими людьми, талантливыми политиками, писателями. Ты увидишь людей, которые умеют работать, умеют думать, умеют сражаться. Он по четыре раза за год объехал всех. Отсюда и 83%. Он ни с кем не ссорился, не ругался. Когда даже навальнивцы вывалились к Дому Совету, говорят, не ходи, он пошел с ними, полчаса побеседовал, поблагодарили, разошлись. Надо уметь вести диалог. А когда государственное телевидение не хочет вести диалог ни с Мироновым, ни с Жириновским, ни с Зюгановым, на что можно рассчитывать и надеяться в этой ситуации? Мы считаем, что надо принимать срочные меры. С чего бы я начал нашу сессию и обращаюсь к председателю? Нам надо отозвать этот людоедский закон. Даже после обращения президента 80% категорически против. Против работающие люди, работающие. Они сообразили, что происходит? Я хочу обратиться к Макарову. Вот он на ты с любой цифрой. И Голикова, я вашу передачу смотрел. Надо работать 36 лет, чтобы дойти до пенсии в среднем России. 103 зарплаты в фонд пенсионный. 8 лет пашет на фонд. А получает 47 всего. 56 зарплат воруют. Я хочу услышать, куда уходят эти деньги. Они не достаются ни детям, ни жене, которая потеряла кормильца. Не достаются. Куда уходят деньги? Ответьте на этот вопрос. Мы считаем, что можно решить проблему, связанную с оттоком капитала. 4 триллиона убегает из страны. Надо немедленно рассмотреть, создать комиссию. Нецелевые расходы. 2 триллиона. Неужели прижать нельзя тех этих разболтавшихся? Чиновники 6 миллионов. Кому они нужны столько? Два раза больше, чем в советскую эпоху было. Прогрессивная шкала налогов. Путин говорит 20%. Кто ему писал? В Америке, в Китае 35%. В Германии, Франции, Англии 45%. Кто ему писал эту лажу? Поэтому надо спросить, зачем они врут и вводят президента. Госмонополия на спиртоводоводство у нас с вами есть. Но чтобы восстановить, добавьте одну минуту, завершаю. Чтобы восстановить доверие, надо начинать с детей войны. 140 миллиардов, 12 миллионов, доп. доходы 2 триллиона. Мы обязаны проголосовать за это. Напоминаю, в деревне 9 тысяч, в городе 12-14. И говорят, что тысячонку прибавим. Это же нищая, жуткая старость. Потрясающее унижение тех, кто войну отработал и страну отстраивал. Стакан молока. Неужели трудно проголосовать за это? Все вроде согласились, кроме единой России. 14 миллиардов. Это не просто стакан молока. Это здоровье наших детей и нового поколения. У нас в 90-м году 40 миллионов было детей. Сейчас на 18 меньше. Нам рассказывают о том, что содержать пенсионера сложно. Ребенка сложнее содержать. Бесплатные образования, бесплатные лечения, стипендия, первое жилье. Их гораздо больше. Это сложнее содержать. Мы должны все сделать, чтобы принять закон образования для всех. И диалог вести. И по Донбассу надо принимать принципиальные решения. Ведь стыдно смотреть наши земляки, соотечественники, друзья. Каждый день обстреливают эти мерзавцы. Признали Южную Осетию? Закончили стрелять. Признали Абхазию? Закончили стрелять. Это не нарушает никакие договоренности. Признаем, и там все будет спокойно. Я предлагаю конструктивную программу нашей работы. Спасибо.